всем привет сегодня у меня будут вот такие вот красивейшие шикарнейший растягай очень вкусные очень красивые они с необычной начинкой и если вам интересно как я приготовила такую вкуснятину оставайтесь со мной и смотрите мой рецепт до конца ну и быстренько пробежимся что же нам нужно муку я буду брать примерно пол килограмма там будем смотреть это как всегда вы знаете все это смотрится приблизительно для опары я возьму 80 миллилитров воды тепленькой комнатной температуры чуть-чуть теплее градусов к 30 2 чайных ложки сухих дрожжей 3 чайных ложки сахара это у меня будет опара потом одно яйцо 100 миллилитров молока 100 грамм ну я не знаю закваска ряженка мацони какой-то кисломолочный продукт у меня домашняя закваска 3 столовых ложки растительного масла и чайная ложка ну так пол пол чайной ложки соли сейчас мы первым делом засыпаем опару делаем и для опары вот у меня мои дрожжи и сахар я их специально ложила в одну мисочку чтобы потом было удобнее просто них все равно смешивать добавляю сюда муку ложки две-три я думаю сейчас добавим вот так вот полторы ложки чтобы просто для того чтобы дрожжи не взялись комочками не знаю где-то видела так вот делают сказали так удобно замешиваем просто хорошо перемешать нужно я не скажу что для этих пирожков нужно именно опара но просто чтобы разбудить дрожжи и и не знаю мне кажется сам процесс с опарой не настолько сложен чтобы прям вот делать без него мне это не сложно сделать на пять минут за замесить и посмотреть насколько я то что таким образом мы проверяем качество дрожжей и я думаю что лучше вылить вот 2 вот вот это вот вылить выкинуть до нежели потом выкинуть все тесто все сейчас вот еще чуть-чуть щепоточку другую добавлю муки чтобы получилась такая сметанка у меня густая и оставлю это дело на пять минут а пока смешаю все остальные ингредиенты ну а пока наши опара подходит замешиваем основное тесто выливаем сюда масло растительное я не буду это делать на и знаете как некоторые говорят что это нужно сделать в конце замеса масло добавить я не считаю что это принципиально тем более у нас тесто я не скажу что она прям сдобная поэтому добавляем все сразу соль тоже я сразу добавлю сейчас немножко разобьем яйцо так лишь бы майонез не сделать это умеешь чуть я отправляю сюда кисломолочный продукт свой не хочет выпадать не хочет отправляем молоко все это должно быть более-менее тепленькое не прям подогретое но но не ледяное дрожжи у меня однозначно хороший потому что вот по всей поверхности у меня появились пузыри я не буду выжидать у меня нет шапки у меня ничего я просто разбудила дрожжи и все потому что здесь тесто дрожжевое но она принципе безопарное отправляю в основное тесто опару так размешиваем и подсыпаем сюда я пока что буду замешивать венчиком пока все очень жиденькая да потом перейду на ложку либо сразу же руками начну подмешиваем сюда муку тесто я вымешивала какое-то время она мне достаточно мягкая нежная посмотрите какая консистенция очень мягкая очень податливая в нем достаточно много жира масло да и она такой немножечко сдобочное такое да тут яйцо и все есть но и не сказать что это прям тесто для сдобных булочек вот смотрите какая консистенция она вот она вроде бы как бы на грани липкости вот хочется его немножко подмастить но она не липнет к рукам она очень хорошая очень шикарное тесто получилось и сейчас я его подкатываю в шарик сейчас отправляю его в чашку где был первоначальный замес не по мне масло ничего я сюда не добавляю все накрываю сейчас полиэтиленом пищевой пленочкой либо просто каким-то пакетом и оставляю пока она мне не поднимется в два раза то и вдоль больше потому что у меня здесь дрожжи много оно поднимется очень хорошо но где-то на полчаса минут на 20 а то может быть и по и побольше от поставляем пока у меня тесто выстаивается я занимаюсь начинкой я взяла у меня вот немножечко есть зеленого лука есть замороженная петрушка пока сейчас суть до дела она разойдется и растает и все будет хорошо также я взяла а банку шпрот одну картофелину отваренную в мундире и 4 вареных яйца и сейчас я все это зелень я сейчас зелень яйца и картошку я перемешаю здесь а шпроты я потом посмотрю буду наверное целенькими ложить яйца режем ну как любите любите помельче режьте помельче любите покрупнее пожалуйста хоть на четвертинки вообще без проблем я считаю что я и так режу довольно таки крупные кусочки а вы смотрите по себе как вам больше нравится картошку тоже режем ну я думаю что несколько мельче нежели яйца ну а там смотрите как вам больше нравится вот таким вот кубиками реже и все это заправляем в чашку где все хорошо перемешаем посолим поперчим по вкусу все начинка моя готова она сейчас ну соответственно потому что в ней нет ничего связывающего да все ингредиенты сухие и она рассыпчатая и будет не очень удобно формовать его при когда будем собирать пирожочки но в шпротах у меня есть масло я сейчас это масло немножечко сюда налью чтобы просто связать начинку все хорошенечко размешаю как вы видите начинка значительно становится сразу более клейкой она собирается в комок и и легче будет сформовать на пирожки чтобы она не рассыпалась все оставляем и ждем когда теперь у нас дойдет тесто и будет готов чинка но и смотрите какая у меня чашка почти полная чашка получилось тесто если как вы помните было совсем немного на дне лежала я подготовила весы и сейчас я мне нужно будет ну чтобы пирожки были более менее ровные я их сделаю по весу ой какое тесто там красивую чая у меня вы посмотрите очень красивая совсем слегка делаю обминку ему я думаю что я буду примерно делать грамм по 70 сейчас я примерно посмотрю где сколько это у меня получается вот так вот 71 вот такие вот штучки я сейчас порежу посмотрю сколько мне их выйдет ну и один у меня получается 100 граммовый ничего страшного один будет побольше все остальные вот получается у меня раз раз два три 4 5 6 7 8 9 пирожков и один большой получится один 100 граммовый так сейчас я их подкатаю чтобы было все ровно и красиво так вот немножечко выкладываю сюда муку как видите я практически не сыплю сейчас просто кое-где на подпыл чтобы просто не липло и все духовку я уже включила включила на 180 градусов пусть она мне потихонечку греется чтобы я уже была точно спокойная и еще оставлю тесто минут на десять чтобы она снова расслабилась и было податливым вот ты же не могу найти объект обнаружен все накрыла пленочкой вот так вот и еще на десять минут оставляю то начинаем формировать наши красавчики уже готовы гляньте как поднялось снова тесто сейчас раскатываем его я хочу чтобы она была у начинки у меня довольно таки много поэтому я планирую довольно таки тонко раскатывать чтобы тесто было поменьше тесто очень хорошее получилось вот так вот овал делаем приподнимаем чтобы форма обозначилась какая у нас есть теперь кладем начинку которая у нас сухая начинка это 100 граммовый у меня кусочек поэтому он побольше придаем немножечко форму так скажем овала или прямоугольника так теперь берем рыбку и выкладываем наши шпроты шпроты так так вот так 4 штучки на большую положу ну и собираем в лодочке вот такие вот вареники сейчас собираем сейчас просто защипы делаем и стараемся немножечко это все прикрыть вот так оставляем небольшой промежуток открытый вот так вот его прямо откроем ну все теперь скрепили теперь можно и какую-нибудь красивую плетеночку сюда придумать ну и смотрите наши пирожки а-ля растягай готовы вернее сформованы сейчас я их накрываю пленочкой чтобы они немножко полежали выпекать я их буду как я говорила духовку я уже включила на 180 градусов минут 10-15 они у меня полежат я их смажу желтком вместе с немножечко один желток и 1 чайная ложка молока вот этим вот я промажу их ну и потом встретимся ну смотрите какое-то время у меня полежали мои пирожки сейчас я их смазываю аккуратненько желтком смешанным с молоком как я уже говорила и вот эти вот дырочки старайтесь не закрыть чтобы они все-таки открыты были немножко потому что сейчас мы в них будем вкладывать а я буду вкладывать очень густую сметану так вот где-то по пол чайной ложечки можно вложить но моя сметана это такой эквивалент сливочному маслу хорошему поэтому а вообще лучше положить сливочное масло и добавляют еще бульон вот смотрите вот так вот буквально каждый пирожочек я положу вот по такому кусочку сметаны домашняя деревенская густой если у вас нет такой сметаны положите сливочное масло вот так вот покупная сметана там 20-30 процентов она абсолютно другая это совсем не то поэтому такую сметану не кладите кладите тогда просто сливочное масло как я уже сказала разложили отправляем в духовку на 180 градусов ну и прошло 20 минут вот такие вот красивые румяные ой просто загляденье а запах я вам скажу и тот кто будет скептически мне что-то говорить по поводу того что здесь консервная рыба консервированная я вам скажу это очень вкусно пахнет запах просто шикарный мои домашние уже в нетерпении ждут когда же я закончу видео чтобы наконец-таки попробовать эту вкуснятину просто посмотрите какая она красивая мягкое тесто видите тесто очень мягкое а когда я его вытащила из духовки я сверху промазала еще сливочным маслом но видите какое пирожок очень мягкий очень аппетитный но они еще очень горячие всем спасибо кто меня досмотрел всем спасибо кто меня лайкнул заходите на мою группу в вк она маленькая но она пытается расти так что всем спасибо всем пока и всем хорошего хорошего настроения